Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. В 2013 году эта дата выпадает на 24 ноября. Бесспорно, праздник важен для каждого. Нет в мире дороже и роднее человека, чем мама. В канун с российского праздника в Кумертау прошло не совсем обычное мероприятие. Мамин городок. Большое количество женщин, мам, стали участницами этого увлекательного по своей насыщенности мероприятия. Как известно, в каждом городе есть улицы со своим названием. Так и здесь их было несколько, и на каждой. Можно было увидеть и найти для себя много полезного и интересного. Очень много познавательного узнала и для ребенка, и для себя. Вообще здорово. И еще очень радует то, что детям тоже очень много всего предоставлено. И игровая площадка, и вообще. И для родителей тоже в плане социальной защиты. Там много всего интересного. Например, улица Право. На ней вели прием специалисты социальной защиты, опеки и попечительства. Также центры занятости населения. На улице Азбука образования мамочки могли получить консультации по вопросам дошкольного, школьного и дополнительного образования. Организация, конечно, нравится. Хочется, чтобы почаще были такие мероприятия в городе. Понравилась улица дошкольного образования. Очень я много нового узнала за своего малыша. Улица Домашний очаг. На этой площадке представлено множество литературы, которая поможет родителям, например, вырастить гения, развить творческую и талантливую личность. Для себя женщины могли подобрать издания по любой тематике. Кулинария, фитнес, косметология, дамские журналы. Ну а для своих детей стихи, сказки и детские рассказы. Также здесь у нас идет развлекательная программа для мам с детьми. Детки могут поиграть у нас, ответить на вопросы, получить подарки, призы. Вот увидела нашу Родина Россия. Очень хорошая книжица. Здесь и стихи, но начиная с герба, прям такое название, что мы Родиной зовем. А Родине это что это? Родина Мать? Сегодня же праздник? Праздник матери. Прям такая созвучная книжечка ей. На улице здоровья каждая женщина могла попасть на прием к таким специалистам, как мамолог, специалист кабинета планирования семьи, проконсультироваться у медицинского психолога. Студенты медицинского колледжа измеряли кровяное давление и помогали определить индекс массы тела. Эта улица пользовалась особенным спросом. Большим спросом, конечно, пользуется консультация врача-мамолога. То есть там уже у нас сидят студенты, записывают на прием. И уже порядка 15-20 человек точно записалось. И также большим спросом пользуется измерение артериального давления. Вообще очень нравится. Вот первый раз у нас в городе такой праздник матери. И я поздравляю всех с этим днем. И желаю, чтобы у них во всех семьях была радость, мир, покой. Не меньше популярностью пользовалась улица красоты и искусства. Но это естественно. Каждой женщине хочется выглядеть ухоженно и красиво. Как и вся любая женщина, естественно, я пришла сюда, чтобы посмотреть визажистов и парикмахеров. Стать еще красивей дамам и девушкам помогали стилисты, визажисты и косметологи. Кстати, именно сюда выстраивались самые большие очереди. Сегодня наши женщины уйдут отсюда красивыми, причесанными, я думаю, довольными и еще со своими портретами. Невозможно было оторвать глаз от мастерства специалистов кулинарного искусства. Они наглядно помогали как лучше оформить стол для детского праздника, как сохранить в подаче блюд детскую тематику. Это торт. Пусть всегда будет мама. Всевозможные пирожные, оформление кондитерских, мучных изделий. Ну а самой любимой улицей для множественной детворы городка стала улица Детское счастье с аттракционами и различными игровыми площадками. Нам все нравится. Очень можно полезного, интересного узнать. Хотелось бы побольше таких организаций. Детям нравится и нам весело. Центр детского творчества стало местом, где все было о женщинах, для женщин и, конечно же, ради женщин, объединенных одним словом «мама». Необычную форму проведения праздника достойно оценила заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова, которая присутствовала на этом мероприятии. Для вашего города, я думаю, это мероприятие сегодня прошло замечательно. Я видела, что здесь заинтересованы не только те, кто организовал организаторы, но и те, кто пришел, присутствуют на этом празднике, то есть сами гости. И таким образом можно сделать вывод, что вот контакт организаторов и тех, для кого организованность состоялся, мероприятие востребованное, все службы действительно необходимые для понимания сегодня значимости семьи, ребенка, мамы, все здесь отражено. И это мероприятие, думаю, станет у вас значимым, ежегодным и будет только набирать свои обороты, чего я вам искренне желаю. Завершился проект праздничным концертом посвящения будущей маме, организованное творческими коллективами. Здесь же были подведены итоги конкурса детских рисунков «Мама глазами ребенка». С наступающим праздником Днем Матери пожелать вам всем здоровья, счастья, успехов, гордости и радости за своих детей и семейного благополучия. Татьяна Сафонова, Елена Чернухина, Денис Тихонов. Новости. 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 Новости.